Потому что, когда приходится сочинять, придумывать, там, допустим, ты придумываешь одно, а я другое, как согласиться, что лучше. Конечно, есть, естественно, тренер, который говорит, надо и третий делать. Поэтому прийти к общему знаменателю вообще сложно. Да и в жизни, наверное. То есть, он же не сказал, что это были такие творческие, творческое такое недопонимание, да? Всякое было, не будем даваться подробностей. А не психологическая вот уже присыщенность друг к другу. И психологическая. Психологическая была, особенно перед первой Олимпиадой и второй, потому что давление было сумасшедшее, особенно перед второй Олимпиадой. Там, если мы занимали по второму месту, это был полный крах, проигрыш. Ну, как бы мы хорошо всегда друг к другу нормально относились, но мы никогда не были близкими друзьями. То есть, в кино мы вместе не ходили. На Голливудское, наверное, особенно. Да. То есть, это только работа. Только работа, да. И было много... Мы как-то не сходились в работе, хотя, естественно, мы делали дело, но это было очень сложно. Ну, как говорится, сложно с человеком сработаться, да? Если это работа, либо два профессионала, то почему было сложно? Потому как, не знаю, опять же, сложно было приходить к какому-то общему знаменателю, что лучше и что хуже. Но самое интересное, когда заканчивается сезон, мы абсолютно нормально к друг другу относились. Никаких ссор, вообще никогда. Когда мы ехали в тур, у нас вообще никогда не было проблем. Вот чемпионат мира заканчивается, мы друг другу жмем, жмем друг другу руки, обнимаем друг друга, целуем. И до следующего начала сезона мы вообще как будто ничего не было. А как начинался сезон, у нас были такие, как бы, сложности. Вот эти сложности, они были всегда, или все-таки, можно сказать, такое испытание медными трубами? То есть после Олимпийских игр вдруг все как-то стало не так? Ну, было немножко, было. После Первой Олимпиады так было немножко, может, какая-то чуть-чуть там... Продолжим эту тему. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. У меня к вам два вопроса. Но сначала я хотела бы сказать, что мне очень понравилось выступление ваших подопечных и на финале Гран-при, и на чемпионате Европы. И мне кажется, у них действительно очень большое будущее. И танец произвольный, просто замечательный. Большое вам за них спасибо. А вообще у меня два вопроса. Значит, первый по поводу судьбы Оксаны Горячук. Что-нибудь вы о ней знаете, где она, что с ней. И второй вопрос, мне интересно, какая пара из ныне танцующих, ну, кроме, естественно, вашей, имеет интересные программы и вообще отличается какой-то самобытностью. Большое спасибо. Спасибо огромное за теплые слова. Мне очень приятно слышать, потому что это мой первый сезон в тренерской деятельности. И всегда, естественно, приятно слышать, когда воспринимают твою программу, когда она нравится, потому что тут я вложил в программу не то, что душу свою, а и больше. Потому что она первая, потому что это замечательная, не знаю, идея была. Не работает она пока, места мы не те получаем, как бы. Но идея была после фильма «Властелин колец». Я просто влюбился в этот фильм. В общем, спасибо за теплые слова. Я надеюсь, что мы дальше займем свои места. Дальше второй вопрос. Про Оксану. Про Оксану. Она в Голливуде живет, в Лос-Анджелесе. То есть мечта реализовалась? Мечта реализовалась жить там. Она там живет. Она, знаю, я с ним недавно разговаривал, берет уроки по актерскому мастерству. Все-таки пытается как-то пробиться. Хотя знаю, что сложно. Мне говорят, что это очень сложно. Начинать все с нуля. Но снималась она, она снималась, как этот фильм называется, что-то 902, какое-то такое шоу, она там каталась. Это как телевизионное шоу. Там она снялась. И где-то еще какой-то такой небольшой фильм. Так что карьера ее не складывается в Голливуде. Но интересная новость есть. Она родила дочку. Дочку прислала мне фотографии. В августе месяца прошлого года у нее появилась дочка. Она называла ее американским именем Скайлер. Ну, Скайлер, это, наверное, как что-то... Скай, небо, что-то небесное типа такого. Это, кстати, редкое имя, я же в Америке. Так что вот такие новости. Какой там еще был вопрос? По-вот самобытности пар, вот есть ли кто-то еще сейчас... Ну... По итогам Гран-при, наверное, уже наблюдали? Да, посмотрим. Ну, в принципе, так можно сказать, что все пары, начиная где-то с первого по шестое место на Гран-при, они все самобытны. И хорошие показали программы. Илья с Ирой Лобачева, Горбуха, хорошие сделали программы рок-н-ролл. У нас был рок-н-ролл, у них рок-н-ролл. Хороший рок-н-ролл, очень хорошее аулюши, актерское мастерство. Он там здорово делает элементы красивые. Навка с Костомаром, мне нравится эта программа. Египетская, опять же, музыка. Мы используем эту музыку с Оксаной в 97-м году. Питера Габриэла. Болгары тоже. В общем, в принципе, все пары показали интересные программы. Нельзя сказать, что какие-то программы прям были совсем на никуда. В принципе, я считаю, что достойны у нас всех соперники. Но еще раз спасибо за теплые слова про мой программ. Все время возвращайтесь. Ага, вот это мы тоже с Оксаной использовали. Вот тут похоже. Ну, вы показываете. Ну, нет, ну, в общем, в любом случае, в общем, судьба дуэта все-таки, вот, нельзя, наверное, рассматривать, вот, один Евгений Платов, вот, он добился того и того. Все равно в дуэте, да? Конечно, абсолютно. И, вот, просто любопытно, такие ходили, как бы, слухи, что уже после 94-го года Евгений Платов захотел уйти из любительского спорта, и вот он решил уйти в профессионалы. А Оксана, значит, его пыталась удержать и, там, тянуть все-таки, вот, еще Олимпиады, еще, там, Чемпионат мира. Вот насколько тут, что тут правда? Сто процентная правда, абсолютно. А что удержало? Во-первых, что мешало оставаться, почему мне не хотелось оставаться, потому что прошел операции, серьезные операции на колено. Вот об этом упоминалось, что случилось, что было с коленом тогда? Это нарастало такой шрам внутримышечный от нагрузок. И он нарастал, нарастал, нарастал и превратился в комок, который не давал работать, не давал у нас, что самое главное в фигурном катании, чем ты ниже сидишь на ногах, на мягких коленях, так называем мы, тем это ценнее, тем это ценится выше. Ну вот, что мне совершенно не позволяло делать из-за этой, так сказать, травмы. И в 91-м году я сделал операцию в нашем первом диспансере. Пролежал там два с половиной месяца, не выходя. И правила были там жесткие, если выйдешь, до свидания. И после этого, естественно, это очень сильно повлияло вообще на работу, потому что буквально каждая тренировка проходила с болью. Поэтому, в принципе, насытился до 94-го года, насытился с этими болями и травмами. И поэтому хотелось как-то уже так подзакончить, пойти и, ну, искать, наверное, более легкого хлеба. Потому что такой хлеб, как наш, с такими многочасовыми тренировками, они вынимают все из тебя. Ну, а что стало определяющим в вашем решении остаться? Всего самотек, что ли, был отпущен? Ну, абсолютно, никакого самотека не было, было принято решение оставаться, потому что, чтобы дальше продолжать и достойно продолжать даже профессионалов, нужно имя. То есть нас в Америке вообще никто не знал, а, в принципе, все туры, которые проходили после чемпионата мира, в основном все в Америке. То есть весь бизнес перешел туда, из Европы, и там нужно было как бы крутиться, а без имени ты там никому, в общем-то, не нужен. Поэтому мы остались еще на 4 года. В эти 4 года вы поменяли тренера. Это очень смелый, очень важный шаг. Почему? Ну, тут разных много причин. Не складывалось, поскольку после Олимпиады 94-го года как бы отношения немножко так слегка подшатнулись. И наши, и с тренером, потому что мы как бы были плохими мальчиками и девочками, плохо себя вели, плохо тренировались. Вот, поэтому возникали разные, так сказать, конфликты. И нам пришлось... То есть инициатива от вас исходила или нет? Вы признаете, что были плохими мальчиками и девочками? Да, были, было время, было время. Что было, если возможно, поточняй? Ну, не будем сильно углубляться. Но, во всяком случае, были трения в наших отношениях с Оксаной. Но это было связано с тем, что происходило на льду или вне льда? Абсолютно. Только на льду. Да, и на льду. То есть, естественно, только на льду. Вне льда это никого бы не касалось. Вот. Ну, и причина, одна из причин, видимо, Наталья Владимировна венчут. Видимо, она типа наелась с нами и, как сказать, перевела свой взгляд на другую пару. А тогда это был Олег Санжелой, Крылова Овсяников. Ну, и мы как бы немножко подобиделись. И нам пришлось уйти. Потом как программу нам пришлось самим ставить практически одну из них. Вот то, что вы показали, первый кусочек, да, танго. Оригинальный танец танго. Вот это мы ставили практически сами. Хотя Саманта Владимировна нашла нас постановщиков. Нашла нам постановщиков шикарных, профессиональные танцоры аргентинского танго из Бонос-Айреса. И мы с ними проработали всего неделю. Но они нам, когда они пришли в зал и показали эти шаги, мы там вообще, так сказать, упали от восторга. И мы сделали программу-то сами. И потом был такой инцидент, что у нас было как бы условие. Если вы катаете... Ну, видимо, Наталья Анатольевна просто не понравилась программа, не знаю. Она говорит, это не сработает. И это был первый конфликт такой. Мы говорим, да нет, вы что, это шикарно, это сработает. Это просто 6-0. Без вопросов. Если это сделать, это 6-0. И было условие, что если вы, так сказать, берете и покатаете программу, я вас не тренирую. Или я вас тренирую, но программу не катаю. Мы выбили первое. И потом нам пришлось вообще выйти. Ушли Катя Анатольевна и достойно через год выиграли еще одну олимпиаду. Ну, кстати, вот тоже продолжаем такую тему родителей. Вот как они видели отношения и, может быть, какие-то трения в дуэте Евгения и Оксаны? И вот такой взгляд, опять же, со стороны очень близких для Жени людей. Раним и страшно. Страшно. Но как-то это, знаете, так, ну вот вам он-то не преподнесет. Только зная его хорошо, можно сказать, что он, так как посмотрите, скажет, что он чем-то недоволен. Там у него было перед Олимпиадой в 98-м году. Там Оксана, ну, свой характер проявляла. И мы чувствуем, что он приходит домой, не такой Женя. Вот, это не Женя приходит, он не сказал. Здрасте, ты-ты-ты, поел, наверх поднялся, все. Ну, как мама. Я открыла сумку. Ты смотрела? Он как взял форму. Он ее принес в таком же состоянии. Мне коньки. Все сухое. То есть он не тренировался. И тогда к нему наверх. А что случилось? А что ты уже, он называет майор Пронин. А что ты уже выглядела? Я говорю, ты понимаешь, я говорю, что это форма. Я беру, кстати. Я беру, ты долго. А ты так делаешь. Lac IC avanzает.